Последовательность АН задана формулой. АН равно n квадрат минус n минус 20. Укажите номера отрицательных членов последовательности и вычислите эти члены. Для начала запишем условие. Наша последовательность АН равна n квадрат минус n минус 20. Условие нам сказано вычислить номера отрицательных членов. Отсюда следует, что n квадрат минус n минус 20 должно быть меньше нуля. Так как в левой части у нас выражение для n-ого члена. Решим полученное неравенство при помощи метода линейных интервалов. Для этого разложим квадратный трехчлен на множители по формуле. Ах квадрате плюс bх плюс c равняется а умножить на х минус х первое на х минус х второе. Формула разложения квадратного трехчлена необходимо знать. Чтобы разложить квадратный трехчлен на множители, мы должны найти корни. Найдем корни через дискриминант. Дискриминант равен b квадрат минус 4ac. В нашем случае 1 в квадрате минус 4 умножить на 1 умножить на минус 20. Посчитаем. Получается 1 плюс 80 или 81. 81 можно записать как 9 в квадрате. Найдем корни. n12 будет равняться минус b плюс минус корень из дискриминанта, знаменатель 2а. В нашем случае 1 плюс минус 9, знаменатель 2 умножить на 1. n1. Если идти по знаку плюс, тогда у нас получается 1 плюс 9, знаменатель 2. Посчитав, получаем 5. n2 будет равняться 1 минус 9, знаменатель 2. Посчитав, получаем минус 4. Воспользуемся формулой разложения. Тогда у нас получается 1 умножить на скобку n минус 1 корень n минус 5 на n минус 2 корень n плюс 4. И все это должно быть строго меньше нуля. Нарисуем числовую прямую и отметим наши точки. Наши точки это минус 4 и 5. Обе точки у нас выглоты, так как неравенство строгое. Расставим знаки на числовой прямой. Для начала рассмотрим первый интервал от минус бесконечности до минус 4. Возьмем любое число с этого интервала и подставим в наше выражение. Скажем минус 10. Тогда значение первой скобки у нас отрицательно. Значение второй скобки также отрицательно. Итоговый знак после произведения будет плюс. Рассмотрим второй интервал. От минус 4 до 5. Возьмем, скажем, 0. Тогда значение первой скобки отрицательно. Значение второй положительно. Итоговый знак на интервале минус. И последний интервал от 5 до плюс бесконечности. Возьмем 10. Тогда значение обеих скобок у нас положительно. Итоговый знак на интервале плюс. Нас интересует меньше нуля. Это от минус 4 до 5. Также не забудем, что n это натуральные числа. А значит то, что n принадлежит от нуля не включая до плюс бесконечности. Тогда это значит, что на нашем интервале мы должны ограничить наше решение. Это от нуля до 5. Выберем с этого интервала целое значение. n равно 1, n равно 2, n равно 3 и n равно 4. Найдем соответствующие значения. А первое будет равняться. Чтобы найти первый член, мы должны вместо n подставить единицу. Тогда у нас получается 1 в квадрате минус 1 минус 20. Посчитав, получаем минус 20. Второй член прогрессия. А второе будет равняться 2 квадрат минус 2 минус 20. Посчитав, получаем минус 18. Третий член прогрессии будет равен 3 квадрат минус 3 минус 20. Посчитав, получаем минус 14. И последнее, а четвертое, будет равняться 4 в квадрате минус 4 минус 20. Посчитав, получаем минус 8. Запишем ответы. Первый член прогрессии равен минус 20. Второй член прогрессии равен минус 18. Третий член прогрессии равен минус 14. И последний равен минус 8. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. Продолжение следует...